Последние журавли отправляются из Подмосковья в тёплые края. Перед трудным перелётом птицы, как обычно, набираются сил в заказнике под Талдомом. Ещё в сентябре там квартировали почти две тысячи журавлей. Сейчас оставшиеся семейства уже готовятся к долгому вояжу. А потом, сделав прощальный круг над родной землёй, пернаты отправятся в Израиль и Турцию. Их провожала Наталья Тарасова. Серые, красивые, статные. Этих изящных высоких птиц с длинной шеей и яркой макушкой можно рассмотреть только через увеличительную оптику. Журавли очень осторожны и близко к себе не подпускают. Хотя на охраняемой территории заказников в Талдомском районе чувствуют себя вполне комфортно. Жуют оставшуюся на полях кукурузу, собираются силами перед долгим перелётом. Улететь им отсюда надо как минимум километров за 200 до степей, которые уже за окой в Рязанской области находятся. Если им лететь отсюда довольно долго, им надо набрать много запасов. Первые отлёты начались уже с середины сентября. Птицы массово мигрировали на зимовку. Заказник «Журавлиная родина» — старинный перевалочный пункт. Здесь каждую осень останавливаются до 2000 птиц, которые летят транзитом из северных районов. На последней в этом году автоэкскурсии удается застать самых неторопливых обитателей болот. Очень красиво, их видно всё равно, достаточно близко. Мы видим, там сейчас чётко идёт семья журавлей. Серые птицы на границе кукурузы. Это вот семья, там два взрослых журавля и между ними несколько молодых журавлят. Социальная структура у журавлей похожа на человеческую. Они тоже живут с семьями, а ещё активно переговариваются и считаются довольно умными. Они где-то порядка 60, ну, можно условно назвать, слов могут издавать. То есть это отдельные звуки коммуникативные. Они обмениваются внутри семьи, семьи между собой. То есть при конфликте они могут перекликаться или наоборот собираясь вместе. Да, у них очень сложная информационная обмена звуковая идёт. Но вот сейчас они спокойные, едят, поэтому звуков особых нет. Звуки в основном на вечернем отлёте какие-то они издают. На зимние каникулы подмосковные журавли отправляются в Израиль и Африку. В этом году из-за прохладной погоды миграция быстрая. В пути стая проведёт около двух недель. За это время преодолеет до 4000 километров. Птицы ловят попутный ветер и летят со средней скоростью 60-70 километров в час. На высоте до полукилометра. Самый опасный участок от Крыма до Турции над Чёрным морем. 350 километров непрерывного полёта. Птицы летят день и ночь. Первых мигрантов уже встретили в Израиле в долине Хула на севере страны. А наблюдателям в Подмосковье повезло застать и совсем редких пернатых белоснежных лебедей с лимонными клювами. Они здесь тоже пролётом из тундры. Это лебедь-клипун. Это лебедь не тот, который мы привыкли с вами видеть в парках. В парках у нас обычно лебеди-шипуны. У них розовые клювы. У этих клювы жёлтые. А последние журавли улетят уже в конце этой недели. Вернутся в марте, чтобы снова занять болото, на которых будут танцевать, петь и строить гнёзда. Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, ТВ-Центр.